Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук, и мы продолжаем наши беседы об уходе за садом в летний период. Смородина черная, пожалуй, самый любимый ягодный кустарник в нашем саду. Знаменитый источник ценного витамина С и других полезных веществ. Уже убраны все ягоды, собран урожай, и самое время помочь нашим кустам восстановиться к новому сезону. Дело в том, что вместе с урожаем кусты, смородины теряют очень много сил, много питательных веществ, много макро- и микроэлементов, которые они извлекли с почвой, которые они синтезировали в своих зеленых листьях. И сейчас им обязательно нужно помочь этот дефицит восполнить. Кроме того, не забываем, что каждый год вместе с урожаем, вместе с листвой кусты выносят из почвы очень много питательных элементов. И здесь тоже нужно помочь восстановить баланс макро- и микроэлементов. Как это сделать сейчас, именно в августе, когда урожай уже снят? Идет закладка цветковых почек, а это наш будущий урожай. И от того, насколько хорошо они будут сформированы, зависит то, сколько мы соберем ягод в будущем году. И сейчас, в августе месяце, самое время восполнить этот дефицит и правильно подкормить нашу смородину. Во-первых, что ей сейчас нужно? Это, конечно, фосфор и калий. Они необходимы и для закладки цветковых почек, и для того, чтобы побеги вовремя остановили свой рост и одревеснели. Если этого не произойдет, то кончики побегов имеют риск подмерзнуть и отмерть. Второй момент, очень важный, это полив. Он тоже жизненно необходим для того, чтобы цветковые почки сформировались крупными, полноценными. Как мы вносим удобрения? Лучше всего вносить удобрения смородине черной в виде полива под куст. Либо, если листовая поверхность хорошо сохранилась, можно использовать подкормку по листу комплексными удобрениями с повышенным содержанием фосфора и калия и пониженным содержанием азота. Например, кристаллон красный либо коричневый. Если мы вносим удобрения путем полива, то нам понадобится порядка 40 грамм суперфосфата на 10 литров воды, который мы растворяем в горячей воде и потом вливаем в общую массу. А также 10-20 грамм сульфата калия, либо 100 грамм золы печной древесной, как источник этого ценного микроэлемента. На каждый куст понадобится от 1 до 3 ведер такого раствора, в зависимости от размера и возраста кустов. То есть, чем больше куст, тем больше мы даем им питание. Полив мы проводим также обильно. В зависимости от размера куста на каждое растение следует вылить от ведра до 3-4 ведер чистой воды. Если вода не впитывается, проведите полив в несколько приемов. И, конечно, количество поливов до конца сезона зависит от того, насколько хорошо вы обеспечены дождями, насколько у вас влагообеспеченная почва. На легких почвах, соответственно, полив требуется чаще. На тяжелых, суглинистых, глинистых полив можно проводить реже. Важным элементом для подготовки нашей смородины к будущему сезону является защита от болезней и вредителей. Ведь, согласитесь, как бы мы ни кормили наши кусты, если на них поселились различные болезни, типа листовых пятнистостей, ржавчины, то толку от этого будет мало. Поэтому, если у вас есть проблемы с болезнями и вредителями, самое время в августе месяце озаботиться здоровьем наших кустов. При наличии болезней мы используем различные фунгициды, начиная с классических препаратов меди, таких как азофоз, бордоская жидкость, медекс, заканчивая при серьезном поражении заболеваниями, серьезными, соответственно, фунгицидами, такими как фундазол, скор, топаз, топсин-М и другие, разрешенные в вашем регионе. Иногда на кусты смородины нападают и вредители. Пожалуй, никак сильнее, чем тля, извините, пожалуй, никто другой, как тля, не вредит так смородине. Многие из нас видели скрученные верхушечки побегов, которые прекратили рост. Многие из вас видели раздувшиеся листья красными пузырями на красной смородине. Это все дело рук тли. Поэтому, если вы обратили внимание на кусты и увидели там первые колонии, опрыскайте, пожалуйста, их. Одним из разрешенных инсектицидов можно также использовать и биопрепараты, такие как фитоверм, аверсектин и другие, которые не причиняют вреда полезной микрофлоре, но прекрасно справляются с вредителями. Таким образом, при соблюдении вот этих простых правил вы можете сохранить здоровье ваших кустов и обеспечить себя хорошим урожаем на будущий год. Кстати, не забывайте тоже про мульчу. Дело в том, что у смородины поверхностная корневая система, и в течение роста она постепенно приближается к поверхности почвы. Происходит такое нарастание. Поэтому в течение сезона желательно пару раз подсыпать свежие мульчи. Особенно, если это мульча в виде торфокомпоста, торфа, перепревшего навоза. Перепревший навоз, кстати, лучше будет внести непосредственно перед зимовкой по промерзшей почве, чтобы таким образом утеплить корни. А сейчас вы можете использовать легкое мульчирование при помощи хорошего перепревшего компоста. Это не только подкормит ваши растения, но и создаст для их корней благоприятные условия. После уборки урожая очень важно провести на наших кустах санитарную обрезку. Не секрет, что во время уборки урожая мы ломаем какие-то веточки, какие-то ломаются сами. Мы обнаруживаем повреждения насекомыми, болезнями, усыхающие ветки. Не стоит откладывать это до зимы, до зимней обрезки. Уже сейчас санитарную обрезку необходимо провести. Вырезайте все пораженные болезни ветки, стеклянницы, пораженные тлей верхушки. И уничтожайте, не оставляйте их на потом, чтобы вредители не перезимовали и не разлетелись по вашему саду. А о том, как правильно сделать обрезку, вы можете посмотреть на нашем видео на канале Процветок. Про обрезку черной смородины крыжовника. Кроме того, когда мы обрезаем, часто встречаемся с такой проблемой, что многие ветки перерастают, становятся очень длинными и полегают под своей тяжестью на землю. Такие ветви желательно либо укоротить на верхнюю ветку, поднимающуюся выше, либо удалить полностью. Но есть еще один маленький секрет. Если ваш куст отличается очень хорошим качеством, крупной и вкусной ягодой, вот эти поникшие ветви можно использовать для размножения кустов, для получения собственного посадочного материала. Для этого нам понадобится выкопать под этой веточкой небольшую лунку, углубление, бороздку, куда уложить поникшую ветку и тщательно прижать ее, допустим, проволочной вилкой, засыпать, уплотнить и полить. И оставить в таком виде до следующего года. И поверьте, уже на следующий год осенью вы будете иметь из этой укоренившейся ветки хорошо развитый, шикарный, чисто сортовой кустик собственной смородины. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, ставьте лайки. И до новых встреч! Прответания вам и вашему саду!